Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. Сегодня, девочки, хочу показать вам новинки. Будет их по несколько, потому что, на самом деле, если я сейчас все буду, то, что у меня скопилось, начиная где-то с конца зимы, то, конечно, ролик опять получится огромный, и он улетит в никуда. Просто будет бестолковое, бессмысленное видео. Так как это случилось недавно с видео об уходе за волосами, именно не ухода, а на отращивание волос, то, что мне было выложено. К сожалению, этот видео большой формат был, он залился только лишь поздно ночью, он сутки грузил на YouTube, и потом, пока произошла обработка, естественно, в час-два ночи, кто это будет смотреть, видео ушло у подписчиков из ленты. То есть это такой эффект, когда оно пропадает. YouTube его перестает показывать в ленте у подписчиков, если оно, так сказать, не набирает просмотра активно в течение первого или двух часов, ну вот как-то так. Мне очень обидно, я, конечно, там репостила, что посмотрите, потому что я уверена, многие подписчики, кто, к сожалению, его не увидел, потеряли, конечно, много, и там куча полезной информации. И вот когда ты так стараешься, снимаешь, а потом такая ерунда, конечно, я сделала вывод, и учусь на ошибках, лучше я буду по несколько роликов вам снимать и показывать по несколько средств, чтобы вот так вот не затягивать. И довольно, как видите, быстро из-за этого рассказываю. Так как видео я не редактирую, я заливаю то, что мы с вами и вот по факту снимаем. Значит, первое средство из декоративной косметики. Также обязательно сразу говорю, что все ссылки прямые я вам прямо оставляю, вы можете перейти по ним и заказать, да, вот где я приобретала эти средства, чтобы не искать ни по интернету, нигде. Это карандаш для губ, который посоветовала мне. Одна из моих подписчиков, кстати, вот в Телеграме подписывайтесь. Девчонки обязательно, потому что бывает, там меняемся какими-то находками друг с другом. Ольга, спасибо тебе большое, если ты смотришь это видео. Это тон 201 от Pin Up Luxe Visage. Карандаш, он, мне кажется, если я не ошибаюсь, как гелевый. Вот, посмотрите, я сделала свотч, он мягко, красиво наносится, он не царапает губы. И этот оттенок она мне рекомендовала именно как аналог карандаша Bobby Brown Paul Move. И, естественно, первого у меня нету, да, люксового. Но хочу сказать, что расход у Pin Up довольно такой быстрый. То есть на несколько там раз, пока наносишь, один раз в день, если ты используешь, то, наверное, к следующему разу уже нужно заточить. Точится он легко, несмотря на свой такой вот более пластиковый корпус. Мягкий рисунок создает и очень красивый цвет. Одна из, опять же, подписчиц в запрещенной сети, помню, мне писала о том, что, возможно, она сейчас смотрит это видео, я помню ее отзыв. У нее более розовый тон кожи и такие пшенично-светлые волосы. Вроде бы даже немножко веснушки присутствуют. На ней этот оттенок, к сожалению, не был таким теплым бежевым. Он ушел у нее больше в такой просящий розовый, что ли. Я, конечно, не знаю, я в жизни это не видела и сомневаюсь, что могла там быть подделка на этот карандаш. Но, возможно, да, если такой тон у вас более сильно розовый, вот такой светлый прям, он может на вас как-то раскрыться по-другому. Но если вы более такой просто обычный холодный цветотип, теплый, как я, то, конечно, обратите свое внимание. Все равно, честно скажу, что камера, может быть, не очень так правильно сейчас передает. Все равно идет искажение цветов, потому что я даже себя вижу в камере, сейчас по-другому мой макияж. Вот это одна цветовая гамма, сейчас по-другому. Сегодня карандаш этот у меня несен у меня по контуру. Он прекрасно растушевывается, девчонки, не чувствуется на губах. Если нанести его на все губы, то я бы не советовала. Почему? Эффект ощущается уже тогда пластилина такого, знаете, вот что-то есть. Это такой его единственный минус, который я заметила. Стойкость хорошая, цена прекрасная, поэтому советую. Далее, следующее тоже декоративное средство. Это все же очень долго присмотрелась к отзывам людей, да, и вот решила взять себе тоже вот этот вот известный консилер Clarence Instance Concealer в тоне 0.1. И это консилер, который, знаете, вот такой имеет пластичную текстуру. Он прекрасно подходит под глаза, в область носогубки. Ну, не знаю, как бы вот сегодня тоже его использовала. Тон мне прекрасно подошел. Вот я его уже в холодное время начала, да, использовать, когда более такая светлая кожа была. Сейчас я уже, конечно, загорела у нас конец весны. Слегка такой тон уже и загорелый более. И тоже все равно акцент вот здесь вот прекрасно высветляется, и все. Он не катается, там не скатывается, подходит под любую базу именно из ухода. Мне очень нравится. Я закрепляю это все и, не знаю, держится, не стечет. Вот почему у него есть люди, которые его не любят. Я вот тоже его полюбила. Я считаю, что объем, цена, качество – это сказка. Не сушит кожу, не стягивает, не делает из нее какую-то это. Он даже вообще, если наносить без тонального крема, будет сильно торопишься, да. И раз-раз-раз там растушевал, что хоть кожем, пальцем. Да я не знаю, просто там кисточкой. Он просто растворяется как будто в коже и придает такой более ухоженный вид. Мне очень понравилось. Далее следующее – это крем для лица, который тоже мои подписчицы мне уже кидали миллион раз отзывы, благодарности. Корейский крем с Баобаб, с коллагеном. Это Дзэ Са Ем. Он, получается, имеет такую легкую текстуру и впитывается, наверное, и вообще работает на любой коже прекрасно. Будь то сухая, нормальная, комбинированная. Эту не жирнит, ту нормально, так сказать, доувлажняет. И мне очень нравится это средство. Хватает его, я бы не сказала, что супер-пупер надолго. Ну, знаете, как обычный крылосический крем такой вот. Потому что здесь, кажется, сначала такая большая банка. Но когда ты уже поиспользуешь, вот видите, у меня уже половина опять ушло. То вот еще немного, и там такое высокое дно. Поэтому иногда иллюзия срабатывает, что вроде много средств и недорогая цена. Это немножко ошибочное мнение, но до тысячи рублей это прям даже редко, когда бы я за тысячу его видела. Опять же, оставлю ссылку у девчонки там, где доступная цена. Приобретайте, кидайте в корзину. Уверена, вы не пожалеете. На декоративной косметике, как, может быть, сказала, не знаю, не сказала, уже забыла. Но держится на нем отлично. В любую погоду, сезон ведет себя идеально. Уже проверен, наверное, многими типами кожи и многими различными моментами. Что этот крем делает? Он увлажняет, он делает ее более плотной, как будто тургор кожи такой, знаете, становится ухоженной. Более плотный. С высыпаниями он не заявлен, что будет бороться. Но почитайте о нем, почитайте. Я прям не буду там вас грузить, да, что уж в нем содержится. Но прекрасный он. Вот знаете, бывает, ты можешь даже использовать какой-то крем для лица, даже вот корейский. И они, бывает, к сожалению, вызывают реакцию даже иногда аллергическую, еще вот что-то такое, как будто покраснение лица после них. Здесь же вот всегда прям в точку. Ничего такого нету. Я очень довольна. Из-за ухода еще, девчонки, тоже вот такой вот я, да. Это пенка Soft Bubble. То есть там много пузырей, легкие пузыри, да, как их можно назвать, bubble gum такая. Вот, легкая пенка. Это от бренд, я, да, он такой довольно среднего сегмента. Но у него довольно хорошее качество, но очень оптимально для многого типа кожи. Уверена, вам тоже понравится. Пенка – это, наверное, не то средство, на котором нужно раскошеливаться. И вот такие вещи до 1000 рублей максимум, там до 800 даже. Ищите такие пенки. Потому что все то, что средство у нас работает на лице или на коже в течение 3-5 секунд, мы умываемся и смываем. Оно, как правило, самое главное, чтобы не было с агрессивными свойствами. А так вы можете на этом сэкономить и не тратиться. Поэтому вот данная пенка, я вам советую, она у меня кожа склонная к жирности, комбинированная, это зона жирница. И она, да, бывает, иногда не воспринимает какие-то средства в плане, например, щеки, еще более-менее, наоборот, щеки высушила. А здесь, например, ну, как бы я такого не ощущаю. Здесь с этой пенкой вообще все отлично. Далее следующее средство – это вот такая вот кисточка Мэнли Про, номер 127. Ну, опять же, в инфобоксе все подпишу. Тоже сегодня ей и вообще каждый раз, когда делаю макияж, без нее у меня не обходится ни один, наверное, мой макияж. Потому что нанесла на нижнее веко, слегка оттушевала, да, там, границу карандаша. На верхнее веко растушевала, как межресничку такую вывела, да, даже просто по-быстрому. Чтобы эффект такой легкого напыления, такой, знаете, как смоки, да, создать поверх ресничного края, чтобы густоты вот этой, тоже эта кисть. Но она мне очень нравится. У нее синтетический… Нет, не синтетический ворс коза. Видите, камера такая, что он не фокусируется вот так где-то. Ворс вроде бы коза, если не ошибаюсь, но она не царапает ничего. Очень нравится, как срабатывает. Далее следующее – это тушь, которая у меня сегодня на ресницах. Вот забрала очередную свою, уже мою повторную покупку. Я сразу заказала, пока у меня еще была та еще первая тушь, такая же, буквально еще нормальная, ну, новая. Я думаю, нет, я сразу пока схвачу, потому что бывает с продажи пропадает она. Я так влюбилась с первого применения. Я даже думала, там релс на нее ее. Но там она релси, у меня показано, знаете, девчонки, немножко неправильно, потому что там еще, наверное, на третий раз использование. Она еще свежая. Любой тушь ей надо дать раскраситься. И вот эта тушь, она, конечно, вот сегодня у меня на ресницах, она уже вот из первого тюбика, а не вот из этого нового, да, она немножко подсохла как будто. И, естественно, она, возможно, не такой более мягкий эффект дала мне. Может быть, там казаться слегка палками ресницы, да, но это уже… Окно открыто. Поэтому, может быть, так казаться. А на самом деле, девчонки, вы знаете, тушь глубоко-коричневый цвет, он без краснинки, он без вот этой сильной черноты. Это то, что прям вот у меня рука только к ней тянется. Ладно, оттенок вот такой на ежедневку, то, что не утяжеляет, то, что смотрится и в теплое время года. И, например, в холодное время года уместно. Подчеркивает глубину карих глаз. У нас тушь, которая дает вот зазиальный эффект накладных ресниц. Но у меня и эффект накладных ресниц постепенно, как она раскрашивается, да, то есть не с первых дней прям. И в то же время она прекрасно распределяется. Силиконовая щеточка. Она находит эти ресницы и придает вот эту глубину и объем. То есть она не делает только длину, как вот, например, та же самая, помните, вот эта лореаль, которая всеми любимая, телескопик или как, которая, да, вот прям вот у нее прям ресничка тонкая, но она такая длинная. Вот, и хочется туда какой-то объем добавить. Здесь, в этом случае, и то, и то. Поэтому это прям такое универсальное. Не хочу ее открывать, девчонки, надо было взять ту, которую я сейчас пользуюсь. Я просто сейчас не хочу воздух в нее пускать. В общем, оставлю. Посмотрите, у нее такая конусовидная, такая силиконовая кисточка. Ей удобно и так, и так красить ресницы. Но мне очень нравится. Я вот очень довольна. Я прям вот отложила тушек у меня была. Все, почти в мусорку улетела. Не хочу этой тушей даже пользоваться. И на другие не смотрю. Вот, как есть в наличии. Вот сейчас начну это пользоваться. Еще на будущее сразу дозакажу, потому что ее очень быстро разбирают. Видимо, она все же зашла. У меня до этого была такая черная. Раньше как-то в те годы еще. Люкс Визаж 2XL. Но она, девчонки, вот неплохо была. Ну, почему-то. А кого-то вызывало восторги. И я ее не поняла до конца. Ну, и не стала снова приобретать. Раза-два, наверное, только покупала. И все же нет, не пошло. А вот именно вот эта темно-коричневая, шоколадная, вот эта новинка. Это вообще просто бомба. Я не знаю, может, там немножко формула какая-то другая. Но она вот и загустевает правильно. Вы знаете, нет вот этого, что бамс, и внезапно она какая-то встала. И тебе такая там прилипает все к ресницам. Ты не можешь ее разнести. И она там быстро высохла. Кстати, вообще белорусский тушь очень быстро высыхает. Вы знаете это, да? Я это еще раз тоже об этом говорила. А тут я тоже ждала этого эффекта. Но она, знаете, девчонки, она как-то это все плавно. Вот когда я ту штук купила. Слушайте, это, наверное, было еще, наверное, в феврале, если не ошибаюсь. В начале, может. И вот сейчас она у меня до сих пор есть. Так это вот, считай, три месяца. И она вот сейчас только дала мне первое засыхание плавное такое. Поэтому вообще довольна. Советую и вам. Прямо от души. Моя находка. Так, дальше. Пудра. Следующее, что я хочу. На чем закончится этот ролик. Пудра от Шик. Вы знаете, я долго выбирала, я смотрела, я думала. Я очень много отзывов пересмотрела. Там мне попадалось и в рекомендованных. Что же делать? Вроде бы я как бы и к Шик продуктам где-то из склона, да? То есть мне нравится. Вот тоже их нравилось. Но потом что-то с ней пошло не так. И вот что у меня еще. Карандаш для губ. Я его обожаю. Флоренция. Что у меня еще? Слушайте, я сейчас сразу не соображу. Ну, а, консилер. Вот. Но это все в следующих видео более подробно. Давайте в этом видео именно о пудре. Здесь идет зеркало. Но вот эту пленку я даже не снимала. Хорошая упаковка. Удобная. Мне нравится, что пудра вот такая вот, да? Можно ее брать с собой. Эффект такой запеченной текстуры. Давайте просто буквально я скажу сразу о том, что, наверное, вот почему у меня такие сомнения 50 на 50 к ней. Напишите ваше мнение, кто ей пользовался. У меня кожа, еще раз повторюсь, комбинированная. То есть зона вот эта вот есть поры, да? А здесь вот все нормально. Щеки, вот даже вот лоб, в принципе. И там пудра по периферии, она срабатывает вот прям на ура. Она классно. Она ложится. Она придает вот этот лоск. Она фиксирует кремовые продукты. Она фиксирует тональный крем. Она все. Она не плывет. Она держит в течение дня. Все отлично. Ок. Ну вот именно мой нюанс. У меня на порах к ней нужно приноровиться. Даже когда тут недавно Наталья была в прямом эфире, да, Наталья Шик. И она ответила на мой вопрос. Я ее спросила. Я говорю, Наталья, вот как наносить вашу пудру именно в этой зоне? Вот у меня поры, да, как бы есть. И мне хочется эффект вот типа HD, чтобы сгладить, блюра. Она показала кисть дуофибру. Такой вот прям прямой срез. И говорит, пробуйте шлифовывающие движения такой кистью именно. У меня дуофибры нет. Она у меня выкинута. Она у меня давно уже развалилась. Была от бренда Sigma. И больше как-то не покупала, потому что мне такие кисти не нужны. Вот сейчас не знаю. Я пробовала другим способом. Брала более мелкую кисть, которой я наношу прозрачную пудру на Т-зону. Да? Makeup Forever у меня HD. То есть, чтобы вот здесь вот убирать, вот эту сглаженность делать. Я пробовала так. То да, уже окей. То есть, тут такой момент. Вот в моем типе кожи подход должен быть двойной. На Т-зону я наношу одной кистью, да, уже это по-другому. А приходится брать еще другую кисть, более объемную, обширную. И вот так вот сглаживающие, шлифовывающие движениями заполнять по периферии. Тогда она ложится, вот прям раскрывается так, как должна быть. Для кого-то это будет, наверное, минус. Потому что как мы любим, как нанес, вроде бы как бы жик-жик, как бы все сгладилось. У меня такой эффект был с пудрой Мак. Я, возможно, почему-то думала, что она даст мне такой же эффект. Я выбирала между ней и Мак. Между ней и Мак. Мак стоит в два раза дороже. И уже на данный момент нашего времени, да. Поэтому, конечно, выбор пал. Я сэкономила, но я не жалею, девчонки. Пудра не ощущается на лице. Она невесомая. Она вуалью ложится. Она красиво подсвечивает. Она не матирует наглухо. Ну все, с ней вроде норм. Но именно на этой зоне вот такая ситуация. Просто имейте это в виду. Как бы об этом никто почему-то не говорил. Я ни на один отзыв так не попала. Но вот сама я для себя выявила такой момент. Средства для волос, кстати, которые я использовала перед этим видео сегодня, тоже вам расскажу в следующих видео. Но это будет отдельный ролик о волосах, о новинках. Я вам все покажу, девчонки. Все расскажу, потому что видео получается очень объемное. У меня очень много средств. Поэтому давайте увидимся с вами уже в следующих видео. Обязательно оставляйте свой комментарий. Девчонки, мне очень важна ваша поддержка в виде лайка, в виде какого-то комментария. Обязательно пишите в первые минуты выхода видео, как вы просмотрели. Не забывайте оставить свои какие-то впечатления, средства, которые вы использовали. Ссылки внизу все прикрепляю. Обязательно переходите. И огромное всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok